ян добрый вечер добрый вечер во первых уже вне эфира успели обсудить да что прорывались едва ли не с боями к нам сюда сквозь московские правки 9 баллов это правда спасибо спасибо что успели я в эти дни вот сразу хотелось бы с актуального начать в омске проходит кинофестиваль движение где режиссер показывает свои дебютные работы его ты член жюри фестиваля у нас вопрос как получилось что фестиваль идет ты вроде как член жюри ты сидишь в студии членом жюри я была ровно год назад на этом фестивале парни ну актуалочка а вы употребляли сегодня вообще за рулем то есть в этом году не журишь нет но все ровно год назад поэтому я собственно здесь но вот видишь как хорошо зашлось слушай вопрос такой ты же по образованию философ вообще да но в театральном институте правильно говорить все-таки философское образование философ это призвание это родиться надо философом по призванию тоже философ ни в коем случае не только по образованию только по образованию да то есть поэтому не ждите от меня что я сейчас вам тут буду нет мы вообще не ждем да я просто интересно почему-то театральный институт же вроде там училась училась и так параллель пошел знаешь так получилось 90-е годы не было театральных ни шарак ни институтов это был развал самый настоящий для творцов это решила перескать я решила перри знаешь это это где-то надо было потусить недолго ну так чтобы сохраниться время то такое непростое было оно хоть и очень романтическое до 90-е годы но оно было и бандитской и наркоманской поэтому непременно мне хотелось принадлежать какой-то хорошей струе и университет государственный оказался лучшим местом на те времена он не был не был закрыт и он был доступен и я поступила бюджетно и поэтому войно пересидела так пересидела там до 6 годиков на философском факультете параллель да открылся как раз обратно театральный институт я об этом услыхала и побежала поступила в параллельно обманув что у меня нет первого вышла в принципе был не был обман потому что она действительно еще была не закончена не окончена и поэтому ну вот как то все так удачно да удачно все сложилось я родилась актриса вот как раз если говорить о призвании да я родилась актрисой поэтому нормально что я потом в тралке оказалась а вот действительно как я оказалась на философском но это вот надо было где-то себя переждать сберечь себя но в театре ты играешь достаточно давно а вот в мир в мир кино пришла несколько позже и сделай это супругом режиссером и продюсером василием сигарем как вообще вот это вот все совмещается на вопрос который тебе сто тысяч раз задавали на площадке вот на площадке как совмещать вот это вот так же отношения с супругом и собственно говоря работа знаешь я как-то мы вообще не договариваясь с ним с первого фильма на площадке абсолютно посторонние люди друг другу ну как он режиссер я актриса должна выполнять то что мне говорят не бывает такого что он накричала дома без борща остался потом нет нет ни в коем случае это я борщ вообще его сколько мы лет четыре живем он по моему меня так без борща как-то тусит и когда ему очень хочется борща он его конечно делает очень вкусный делает борщ удобно да и так ужасно классно вот классно готовит вот поэтому здравствуйте на площадке мы абсолютно он режиссер я актриса я не квакаю я не лезу с поцелуйчиками как любят дамочки к мужу прикоснуться и показать смотрите это мой муж муж это мой муж если кто не в курсе да и даже на первом фильме там у нас была вторая режиссер татьяна она любила очень так супруга василия на площадке груз стоп значит не я не супруга не жена я актриса и так и повелось то есть мы на площадке абсолютно не муж и жена но одна сатана потому что ну мы делаем одно общее дело поэтому если я что-то делаю плохо мне достается больше всех вот ну за это он мне потом борщ так это понятно я есть безусловно серьезные очень работы серьезные фильмы награды да ну в двух словах раз слушателям что это и фильмы страна ос это страна фильм жить ко 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 да слушайте это просто вообще женская женская работа да если не ошибаюсь да у меня везде дают за лучшую женскую работу но мне кажется что они скромны такое не на скажем так элитарный успех а именно такой народный был получен после сериала комедийного это логично вот сериал да про педикюршу исчертанова которая тащит на себя двоих детей родителей пытается наладить личную жизнь ну дай затравочку что будет во втором сезоне то так ведь нельзя же затравочку а когда а можно когда в сентябре уже выйдет второй сезон вот мы его закончили он конечно получился сочнее и круче и драматичнее и почему-то и почему-то еще смешнее но и больше трюков там насчитали больше ста сорока трюков в общем ну хоть один трюк должен же быть я на ходу допустим едет машина раз мы на авторадио да вот допустим а вот такой трюк будет едет машина в багажнике машины живой ребенок что вполне нормально для россии да у меня сломан палец на ноге на минуточку это во время съемок или по фильму это я дома с утра так на съемки собирал а понятно но мне нужно было подбежать к машине которая едет вот так вот с горы летит и выдрать буквально из багажника ребенка представляете без дублеров без дублеров делала они конечно полдня переодевались им по моему даже наверно красили волосы я все сделала сама у меня был сломан палец напоминаю актрисы часто худеют для съемок фильмов но мы знаем что сериалом ольга была обратная история насколько я поправлялась как как поправлялись это поправляться легко что вы но причем у меня вес не был дикий он 61 это для на самом деле моего возраста был нормальный вес но для меня это многовато мне очень узкая кость нормально ешь и отдыхаешь это поправляться легко худеть потом потяжелее так то есть организм умеет установки давать и раньше всегда к съемкам нужно было худеть я худела опять же тоже без диет кстати и без всяких диетических вот этих вот йогуртов жутких на которых потолстили все мыши там да все мы я так не толстею как но и не мышь поэтому я актриса поэтому кстати говоря поэтому я не мышь в одном из интервью говорила я на что роль ольги это прям но можно сказать не роль а ну играла себя вот говорила такое то есть мама я вообще-то маму конечно играю то есть мама может так сказать чертей всыпать если мама таких чертей всыпала бы да да мама такая была но она за нас стояла горой вот это основная черта мамы и поэтому конечно я все это притащила в роль конечно там есть я обязательно без меня нет ни а если сама встретишь в чертаново в переулке бандитов кто выйдет победителем из конечно конечно вышла бы моя мама или ольга или я или и собственно или я хотя я я сушить я на днях была в таком райончике интересном подальше чем чертанова немножко этом захотела быстренько обратно зайти в помещение и и решила не выходить дождаться мужа пока меня не заберут может она и правильно да ян мы слышали что снят пилот сериала детки где ты играешь с евгением цыгановым давно слушайте несколько лет назад его на самом деле сняли да да а почему не где он а он не где он сейчас только на тв3 выйдет а только выйдет да да так а ты там кого играешь там же вроде какая-то приятная история про кабаре про девушек про алкоголь слушайте да там все спеваются все классно все спеваются полуголые танцуем да история совершенно потрясающе а я значит такая управляющая этого кабары то есть главное главное по этим всем такая тетенька да строгая все гоняет цыганова он постоянно пьет ребята я вам по секрету доложу только в фильме я думаю за рулем все же не не употребляет конечно но теперь думаю употребляет только во время съемок детки и когда пока не знаешь когда выйдет кто пилот так на днях так на днях так на днях что выйдет а видите это что только пилот пока там будут зрители теперь решать решать быть или не быть вот дожили дожили ян ты же из екатеринбурга один из самых брутальных городов нашей страны вот мне очень интересно как там вообще театралом относится там как-то все неплохо вот мне такое ощущение что в екатеринбурге как-то вообще на самом деле у культурный уровень екатеринбурга он идет в разрез его некой такой брутальность совершенно верно и вообще кстати вот допустим даже в лондоне театралы считают что екатеринбург это центр мировой драматурги там на минуточку и калейда да там все его ученики известные которые ставят по всему миру это в частности василий сигарев да это и вырыпаев это и братья как они пресняковы да то есть это кого только там нет там есть олег багаев там куча драматург а сколько поэтов а сколько писателей а рок музыканты мы вообще не будем говорить о балабанов да извините господа да вот тут с этим все хорошо как какой бы там не был суровый нрав но тем не менее творческие единицы оттуда всегда были и будут вопрос нет вопрос нет вопрос нет там уважительно там респект и уважуха к таким людям как мы респект и уважуха ян а мы знаем что ты еще автомобилистка причем судя по фотографиям машины которую видел такая заядлая оранжевый спорткан я так понимаю что она на механике еще красуточка то есть ты прям гоняешь я прям шашки играла но на ней в екатеринбурге в москве ребят нет в москве вообще-то я так понимаю что 9 баллов 9 баллов я еду и думаю господи хочу вертолет а здесь все пересел на общественный транспорт я здесь да я очень спокойно могу спуститься в метро ну когда я говорю очень спокойная конечно лицемерию я так немножко внутри так собираюсь превращаясь в мышь кстати сразу же серогорбенькую такую в капюшончике в очочках очень тихо надо спуститься в метро доехать куда надо и выйти также тихо не заходить слушайте я видел однажды тарзана живьем знаете тарзана кто его не знает кто его не знает а он думает что его никто не знает потому что он знаете как заходят метро голый полуголые руки почему-то берется за шесть волосы развиваются феврале я попросил на минуточку февраль да хотя мы уже чуть сегодня выяснили что феврале в москве идут дожди поэтому ему то что да это же вам не урал это у нас на урале февраль так февраль нормальный с метелью до минус 50 вот и вот так конечно ходить нельзя ни в метро не в аэропортах ян еще один вопрос хотели задать даже знаешь такой небольшой интерактив вот знаешь да что грядет чемпионат мира по футболу в россии в екатеринбурге он тоже будет проходить да и вот мальчика не он строили у нас лет пятьдесят но достроили я надеюсь я сейчас там не проживаю но я очень надеюсь кстати напротив тюрьмы по моему из тюрьмы всех выпустили на всякий случай на улице репина но вот кстати здесь знаешь об одном принципе речь и объяснить дело в том что уральские журналисты в преддверии чемпионата мира создали словарь для гостей города это такой сленг уралмаша вот давай проверим как ты помнишь словарь родных улиц то есть мы будем говорить перевод того как это должно звучать на культурном языке а ты попробуешь вот по нашему вот например а мне бы хотелось кое-что обсудить с вами мне бы хотят я бы так и казалось обсудить с вами а перетереть давайте перетереть перетереть почти давай потрещим потрещим хорошо хорошо значит следующий добрый день сударь не были бы вы так любезны подойти ко мне для небольшого диалога слышь и добавить чертила а чертополох еще очень хорошо говорить очень хорошо прикладывать тоже неплохо его следующий вариант мне кажется что вы меня не до конца поняли не так ли опять давайте со слышь начнем слышь ты чего не догоняешь бинго бинго так но и заключительное мистер я хотел бы забрать ваши деньги и телефон если они конечно есть слушайте однажды ко мне вот так подошли и сказали бабло и телефон есть я ответила есть позвала своего мужа и все решилось хорошо конечно очень больно было парням это по-уральски совсем это по-уральски совсем но главное ответить честно у нас у нас было еще нет а если найду но в принципе вариант ян я думаю более жизненный конечно да есть и васю зовешь и васю зовешь хорошая екатеринбургская схема я спасибо огромное что нашла время прийти с нами пообщаться я троянова была в гостях актриса театра и кино я надеюсь что до новых встреч да пока